с вами николай пивненко в проекте даты сегодня 24 сентября международный день караванщика слово караван изначально обозначало группу путешественников а также их вьючных животных верблюдов лошадей ослов а также таких экзотических как ламы и слоны как правило таким образом торговцы объединялись для взаимной помощи в опасной местности самым известным караванным маршрутом конечно был великий шелковый путь он соединял китай с европой через страны средней азии ближнего востока со временем название караван распространилась и на колонны транспортных судов автомобилей которые перевозят грузы на дальние расстояния у родившихся 1739 год в этот мир приходит григорий потемкин таврический генерал фельдмаршал фаворит императрицы екатерины второй за присоединение крыма он получил титул светлейшего князя таврического мнение императрицы о нем было неизменно благожелательным потемкин был моим воспитанником говорила екатерина вторая я произвела его во все чины из унтер офицера до генерал фельдмаршала он имел необыкновенный ум нрав горячий сердце доброе глядел волком и потому не был любим но давая щелчки благодетельствовал даже врагам своим его нельзя было подкупить трудно найти другого подобного ему любила 1902 год день рождения а это лыха мини одного из самых известных мусульманских деятелей 20 века лидера исламской революции в иране и высшего руководителя этой страны несмотря на преклонный возраст последние месяцы своей жизни он активно занимался делами среди прочего успев завершить войну с ираком взять курсы на сближение с ссср и призвать к убийству писателя салмана ружди 1911 год день рождения константина черненко будущего генерального секретаря цк кпсс к власти в огромной державе приходит человек нигде и никогда не работавший на самостоятельном участке к этому времени 72-летний черненко уже очень тяжело болен и выглядел как промежуточная фигура после его смерти руководителем страны станет михаил горбачев 1947 год день рождения паула куэльо бразильского писателя прозаика и поэта наиболее известный его роман алхимик переведен на 80 иностранных языков и был внесен книгу рекордов гиннеса как самое переводимое в мире произведения тогда здравствующего автора на разных языках издано около 300 миллионов копий 30 книг романист также стал лидером по объему продаж произведений написанных на португальском за всю историю развития этого языка пьесы куэли в которых содержится мудрость и глубина ирония и доброта все что что так нам необходимо в репертуаре лучших театров мира а романы еще и экранизированы события дня в 1784 году французский король людовик изобрел запатентовал квадратный носовой платок все дело в том что до людовика оказывается дворяне пользовались овальным 1802 год на пятьдесят четвертом году жизни покончил с собой выходец из богатой семьи бывший директор петербургской таможни писатель александр радищев еще в 1790 прочитав путешествие из петербурга в москву екатерина вторая сочла что автор бунтовщик хуже пугачева и отправила его на 10 лет в сибирь в 1796 году павел первый разрешил арестанту вернуться в его подмосковное имение а в 1801 при александре первым тот был назначен в комиссию составления законов однако ее председатель граф петр заводовский не потерпел вольнодумство подчиненного посулив ему новую сибирь и как-то утром приняв лекарство радище вдруг выпил стакан с крепкой водкой это кислота для чистки и полет и тут же схватился за бритву сын вырвал ее но вскоре мучениях несчастный скончался 1893 год на ипподроме в петербурге проходит первое стране состязания по ножному мячу то есть будущему футболу а в 1938 году начинается дальний беспосадочный перелет по маршруту москва дальний восток на самолете родина советских летчиц грязодубовой осипенко расковый за 24 часа 29 минут они преодолеют расстояние в 6450 километров и установят международный рекорд дальности для женских экипажей 1941 год в лондоне открывается конференция союзников по антигитлеровской коалиции на ней официально обнародована атлантическая хартия в ней великобритания сша и ссср совместно и публично провозглашают цели борьбы против фашистской агрессии 1963 год власти западного берлина и руководство восточной германии подписывают соглашение в соответствии с которым проход в берлинской стене будет открыт четыре раза в год для того чтобы жители западного берлина могли навещать своих родственников проживающих в восточной части города в 1964 специальная комиссия по расследованию убийства президента сша кеннеди под руководством верховного суди эрла орена завершила свою работу и опубликовала свои выводы убийца ли харви освальд действовал в одиночку и нет никаких доказательств существования заговора выводы комиссии будут подвергнуты сомнению многими независимыми исследователями а в 1979 году специальный комитет палаты представителей признает вероятность существования второго снайпера и тайного заговора против президента в этот же год в известиях публикуется предложение по усовершенствованию русской орфографии будь они приняты мы сегодня писали бы дочь без мягкого знака жюри через у и заец через е впрочем некоторые так и пишут 1989 год папа иоанн павел 2 объявляет что в конце концов галилей был прав он объявляет решение суда инквизиции вынесенная в далеком 1633 году ошибочным папа реабилитировал галерея публично принес ему извинения и вернул право быть законным сыном церкви 1990 год верховный совет ссср приняв закон о дополнительных мерах по стабилизации экономической и общественно-политической жизни в стране предоставил президенту ссср горбачёву чрезвычайные полномочия на период перехода к рынку до 31 марта 1992 года впрочем к тому времени ссср перестанет существовать а горбачёв потеряет всякую власть ну и последняя 1724 год состоялась официальное открытие парижской фондовой бирже поначалу она занимала старинный отель denver ныне там национальная библиотека а затем переместившись на несколько кварталов обосновалась весьма престижном дворце а вот лондонские купцы и брокеры собиравшиеся по кофейням а то и просто на улице только в 1800 в 1702 году получили здание на лондонской чайпл корд для своей фондовой бирже уже известный всему торговому миру вообще фондовые бирже появились в начале 17 века и первенство среди них до начала следующего столетия удерживала амстердамская весь 19 век продолжалось острое соперничество оттеснившая амстердамскую биржу в тень лондона и парижа а после первой мировой войны неоспоримым лидером стала основана в 1792 году нью-йоркская ноуэлл стрит с вами был николай примен к в проекте дата